Здравствуйте, эфир телеканала Кубань24 продолжает тема дня. О самых важных событиях в мире, стране и Краснодарском крае расскажем в ближайшие несколько часов. Ну и первое, не очень удивительное, а скорее наоборот, ожидаемое новость о том, что самым популярным новогодним направлением внутри страны стали курорты Краснодарского края. Об этом сообщают ведущие сервисы по бронированию жилья. Операторы оценили стоимость новогодних туров на 5 дней в пределах страны. Обойдется это в среднем от 18 до 25 тысяч рублей. Если сравнивать с заграничными поездками, то путевки туда начинаются от 35. Ну и при таких ценах вполне понятно и, в общем-то, обосновано, что спрос на курорты Краснодарского края один из самых таких возвышенных, что ли. Новогодние направления составляют 95% именно по Краснодарскому краю. Отели заполнены уже сейчас более чем на 70% и чем ближе праздники, тем меньше, соответственно, выбор дат свободных заездов и номеров. Но если вы еще не успели спланировать свои праздники, то у нас в студии гостья, которая поможет вам определиться с направлением. Я рад приветствовать Василиса Головина, руководитель событийной дирекции курортов Краснодарского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Василиса, о том, куда же поедут все эти туристы, которые уже сейчас забронировали, а о том, куда поехать тем, кто еще не определился, мы расскажем чуть позже. Ну, традиционно новогодний сезон у нас фокусируется в горах Красной Поляны, и все наши горные курорты муниципального образования, город-курорт Сочи готовятся по всем фронтам, в том числе и планируя и организуя массу событийных мероприятий, всяких зрелищных соревнований, фестивалей музыкальных. И, конечно, сейчас, что касается именно событийного туризма, самое такое яркое наше направление – это все-таки горы. Впереди нас ждет музыкальный фестиваль «Лайфест» Рождество на Розахутор. Этот фестиваль пройдет в течение четырех дней, там очень большая концертная программа, очень много развлечений приготовили для наших гостей-туристов. Помимо этого, по окончанию именно новогодних каникул впереди нас ждут и соревнования по санному спорту, и этап Кубка мира по горнолыжному спорту, то есть все возможные соревнования, которые можно проводить на наших трассах, на наших объектах олимпийского наследия, они, собственно говоря, и будут проводиться. Будут заняты и пустовать не придется. Совершенно верно, да. Если говорить о других муниципальных образованиях, конечно, и наши побережья в том числе очень активно готовятся к проведению новогодних каникул. Все площадки театральные, все наши объекты агротвизма готовы принимать гостей в течение всех новогодних каникул. Из ярких событий, это, наверное, стоит отметить Атамань, которая в этом году впервые будет принимать гостей в новогодние праздники. Их программа тоже очень интересная. Конечно, она связана с нашим историко-культурным потенциалом. Но все города, все муниципальные образования готовы к приезду гостей. Различные праздничные гуляния, шествия, карнавалы, театрализованные представления, новогодние сказки для детей. Все это, собственно говоря, все эти мероприятия в календаре есть. Для тех, кто хочет поближе познакомиться с полным списком этих событий, можно на сайте события-юга.рф поинтересоваться тем, что и где конкретно в какие даты будет проходить. Так вкратце вы обрисовали, что все направления наши курортные востребованы и закрыты. Но раз уж вы сделали акцент на Атамане, давайте тогда нашим телезрителям, раз уж это впервые происходит, дадим чуть больше информации о том, что Атамань действительно впервые в этом году в новогодние праздники будет принимать гостей. Ждут, конечно, и жителей, и всех гостей Краснодарского края. Приглашают посетить выставочный комплекс со 2 по 12 января. Об этом сообщает Министерство культуры региона. И директор этнокомплекса Атамань Евгения Зинкова рассказала нам о том, что же планируется в нашем выставочном комплексе. Кому будет интересно посетить Атамань в эти дни. Ну и чего ждать, какие сюрпризы готовят. Давайте послушаем. Конечно же, впервые за 10 лет своей работы выставочный комплекс Атамань распахнет свои двери на новогодние праздники. В программе очень много интересного. Это экскурсия, обучение гончарному мастерству, роспись пряников. Вы узнаете о старинных казачьих обрядах и гаданиях. Вы увидите замечательную театрализацию о кубанских традициях, встречи Нового года и Рождества. Конечно же, будут работать фотозоны и много-много другое интересное. Посетить Атамань сможет любой желающий житель Краснодарского края. Потому что, учитывая нашу специфику, не все имеют возможность приехать в летний туристический сезон. Потому что либо работают, либо заняты. Так есть возможность посетить и увидеть, кто еще ни разу не был. Поэтому ждем всех гостей. С планом мероприятия можно ознакомиться на нашем официальном сайте. Есть также контакты для организованных групп. Всех ждем. Это была Евгения Зинкова, директор этнокомплекса «Атамань» в Темрюхском районе. Напомню, что в этом году, впервые в новогодние праздники, «Атамань» приглашает гостей. И, как вы уже слышали, можно ознакомиться с подробным расписанием на сайте этнокомплекса. Второе направление, которое вы отметили, Василиса, это, конечно, Сочи. Традиционно понятно, потому что и горы, и море все удается объединить. Но вот если говорить о горном кластере, куда устремится, наверное, большая часть гостей Краснодарского края, они хотят и покататься, и что-то увидеть, послушать, вкусно покушать, объединить все эти направления. И у нас в горном кластере сразу три курорта. Вот у них есть, у каждого наверняка своя какая-то особенность, но между тем и конкуренция. Вот вы вкратце уже упомянули, что будет лайфест, это организован одним из курортов. А что еще, как они конкурируют, чем они привлекают гостей, каждый год удивляя? Каждый из курортов, естественно, готовит свою программу. Но, честно сказать, само расположение этих курортов, шаговой доступности друг от друга, предполагает возможность посетить каждый из этих курортов, где бы наши гости не жили, не остановились, да, и не катались. То есть все, что касается именно новогодних развлечений, новогодней программы, этот список обширен на каждом из наших горных курортов. У каждого из курортов есть свой сайт, где можно ознакомиться с подробной программой. Опять-таки, там предусмотрена возможность бронирования билетов, даже покупки их. То есть можно даже, не выходя из дома, собственно говоря, приготовиться к празднованию Нового года. Полноценно спланировать свой отпуск. А как вот событийная дирекция в этом ключе? Она взаимодействует, сотрудничает с каждым курортом отдельно? То есть вы знаете о мероприятиях, готовящихся вместе, и потом объединяете их? Совершенно верно. Мы формируем общий событийный календарь Краснодарского края, поэтому мы обладаем информацией о том, что происходит на каждом из курортов, и объединяем это все в единый комплекс информации, который размещен на сайте события Юга-РФ. Мы интересуемся и работаем непосредственно с каждым из курортов. Ну и так как Министерство курортов, туризма, олимпийского наследия отвечает, собственно говоря, за весь Краснодарский край, поэтому неудивительно, что мы являемся таким агрегатором всей этой информации и говорим о том, что происходит везде. Надо понимать, что самая комфортная, такая удобная точка сбора информации, самая полная, наверное, как раз-таки у вас. Еще раз акцентируем на этом внимание наших телезрителей. Ну, продолжая разговор о Сочи, несмотря на то, что популярность горнолыжного кластера год от года растет, и сам Сочи, и Олимпийский парк, и Меретинская низменность Адлер, они, конечно, тоже участвуют в большой программе событий и мероприятий, которые там проходят. И вот о готовящихся мероприятиях нам по телефону расскажет Татьяна Борисовна Балекоева, заместитель начальника управления культуры города-курорта Сочи. Татьяна Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, информацией. Вот мы уже начали обсуждать предстоящие новогодние праздники. Знаем, что большая, насыщенная программа, как всегда, готовится в горном кластере Сочи. Но вам-то наверняка известно чуть больше. Расскажите, что будет там и в части, у моря, в Меретинке, в Адлере, ну и в самом Сочи, конечно же. Ну, думаю, что начнем с самого Сочи. Утрофелькультура подготовила обширную новогоднюю программу, где каждый найдет мероприятие по душе. Начинаем с открытия главной елки на площади флага 21 декабря для наших деток, где ждет их театрализованное представление. А там же 28 декабря состоится финал конкурса «Народный Дед Мороз». В этом году мы возрождаем традицию праздновать Новый год вместе на площади. И поэтому 31 декабря в 20.00 ждет всех гостей курорта и сочинцев. На площади флага мы подготовили интересную развлекательную программу. Во всех районах города, селах, парках предусмотрены новогодние уличные мероприятия, ярмарки, детские утренники, которые пройдут в том числе и в районных домах культуры. Основная часть детских праздников состоится в Зимнем театре. Наши концертные организации также запланировали новогодние концерты на сцене зала органной и камерной музыки. А говоря о горном кластере, конечно же, там же тоже состоятся новогодние представления. Достаточно обширная новогодняя программа, где каждый горно-лыжный курорт подготовил интересные мероприятия, сюрпризы. Это сама новогодняя ночь, ярмарки и детские представления. А на сцене Роза Холл вас ждут концерты, музыкальный фестиваль Lightface 2020, в котором запланировано выступление звезд российской эстрады. Ну что ж, с нетерпением будем ждать начала всех этих событий. Постараемся по мере возможностей, конечно, поучаствовать, посмотреть, увидеть все своими собственными глазами. Спасибо большое. Татьяна Борисовна Балякова была на связи с нами, заместитель начальника управления культуры города-курорта Сочи. Возвращаемся в нашу студию. Василиса, вот понятно уже, нам-то местным жителям известно, что очень много гостей приедет и на горно-лыжных курортах, на горно-лыжных трассах будет, ну, скажем, мягко тесновато. И нам, наверное, на права хозяев стоит все-таки уступить право покататься, отдохнуть и все увидеть гостям Краснодарского края. Что делать нам в это время, местным жителям, куда можно отправиться, где себя развлечь, ну и в частности, если мы говорим о Краснодаре, Кубанская столица? Вы знаете, Краснодар, наверное, может по количеству мероприятий новогодних поконкурировать в Сочи даже с горным кластером. Все площадки театральные, все задействованы в проведении новогодних праздников. Более того, у нас есть очень интересное мероприятие, аналогов которого больше нет. Это новогодний забег, который состоится прямо 1 января. И это мероприятие, которое объединит с собой всех тех, кто за здоровый образ жизни, за то, чтобы праздники проводить не только с радостью, но и с пользой. Регистрация на это мероприятие будет длиться до 6 вечера 31 декабря. И уже в 10 утра 1 января все желающие смогут пробежать две дистанции. Это 20 километров и 2020 метров, что, собственно говоря, это уже объяснимо и символично. Я вас понимаю. Значит ли это, что на любое мероприятие, будь то забег, будь то концерт, какое-то праздничное торжество, можно прийти с детьми и весело провести время вместе с нашими маленькими горожанами, жителями Краснодарского края? Обязательно. Ведь Новый год это праздник, конечно же, в первую очередь детский. И, конечно, самое пристальное внимание в этих вопросах уделяется детям. И, ну, скажем так, процентов 70 всех мероприятий, которые проводятся в крае, нацелены в первую очередь на семьи с детьми. Ну, и это тоже здорово, потому что как не в каникулы проводить время вместе со своей семьей и не смотреть на всякие интересные, увлекательные, театрализованные представления, которые с радостью и с удовольствием готовятся более чем полгода. Василиса, правильно ли я понимаю, что вот людям, которые не захотят никуда ехать, да, хотят остаться дома, вот мы рассказываем, как правило, про крупные города, про Геленджик, Сочи, Краснодар, но ведь наверняка каждый муниципалитет участвует в этой работе, готовит для своих жителей, в том числе для гостей, которые, может быть, приедут кто-то кому-то в гости, что тоже, в общем-то, принято в новогодние праздники, тоже можно будет найти что-то по душе и развлечься, и не скучать. Обязательно во всех наших муниципалитетах, как сказала уже моя коллега из Сочи, открывают главную городскую елку, обязательно проводят уличные гуляния, праздничные шествия, карнавалы, обязательно во всех районных домах культуры проводятся театрализованные представления, ну и, собственно говоря, ни один из наших городов в нашем крае не останется вдалеке от новогодних праздниц. Вы уже много лет следите за тем, как меняются наши мероприятия, различные вот эти событийные, о которых мы часто рассказываем. Скажите, какую тенденцию вы видите, как они год от года становятся ли, может быть, масштабнее, красочнее, лучше, интереснее? Или это всегда, в общем-то, я имею в виду, приходя каждый год на одно и то же, может быть, событие в одном и том же муниципалитете, люди еще удивляются, еще ждут праздника, торжества, каких-то сюрпризов, или всегда все проходит ровно? Вы знаете, я думаю, что если бы не удивлялись, то и не приходили бы, потому что, так или иначе, мы все понимаем, что год от года смотреть на одно и то же, это неинтересно. И, естественно, наши коллеги из администрации муниципалитетов и из ведомств, которые отвечают за новогодние праздники, они, конечно, всегда стараются удивлять. И удивлять, в первую очередь, жителей именно нашего края, потому что, как бы мы ни старались для гостей, ну, в гостях хорошо, а дома лучше всегда. Да, поэтому, конечно же, все наши жители Краснодарского края всегда с удовольствием посещают подобные мероприятия. Даже, ну, так как, как уж повелось, так как мы жители курортной зоны, тогда, когда все отдыхают, мы обычно работаем. Поэтому так составлено расписание таким образом, чтобы и для краснодарцев, и для жителей Краснодарского края не прошли эти праздники стороной. Ну, вот вы знаете, Василиса, в конце года всегда принято подводить итоги. Конечно, планы на будущий год мы будем строить, я думаю, еще чуть позже. Не раз встретимся в этой студии, расскажем, что ждет нас в году в будущем. Но оценивая год 2019, насколько он был, с вашей точки зрения, насыщенным и интересным, как для жителей, так и для гостей в Кубани? Ну, так как развитие событийного туризма, в принципе, это один из приоритетов нашей отрасли, то можно смело сказать, что даже по сравнению с прошлым годом и количество, и качество проведения событийных мероприятий, естественно, возросло. Это не финальная точка, всегда есть к чему стремиться. Поэтому, как вы правильно сказали, планы на будущий год мы обсудим позже. Если говорить про текущий 2019 год, в календаре событийных мероприятий размещено за год было около 600 мероприятий. Я думаю, что для нашего края это хороший показатель. И рост количества туристов к нам в межсезонье, в том числе, тоже говорит о том, что работа в этом ключе была выполнена достаточно неплохо. Ну, будем надеяться и на дальнейшее развитие и рост числа событийных мероприятий в нашем календаре. Спасибо вам большое. Василиса Головина, руководитель событийной дирекции курортов Краснодарского края, была в нашей студии. Ну, а мы, насколько успели, рассказали о предстоящих мероприятиях в дни новогодних каникул. Поэтому выбор за вами. Ну, а телеканал Кубань24 продолжает совещание. Будем и дальше держать вас в курсе событий.